Цены на продукты питания продолжают расти. Прежде всего, подорожают товары, на которые был создан ажиотаж. На 20% прибавило в цене гречка, на 30% в некоторых сетях подорожали овощи и фрукты. Существенно выросла цена на лимоны – 100-120 гривен за килограмм. И имбирь – 700-800 гривен, но популярный продукт стал уже дефицитным. Постепенно дорожает и хлеб. По словам экономистов, объективных причин для такого роста цен нет. До 5% подорожания может быть объективно, и на это еще можно смотреть как-то нормально. Но когда цены растут на 20-30-50%, это уже спекуляция. Если это монопольный сговор, то это уже все равно преступление. Это не спекуляция. Спекуляция – это когда человек купил в одном магазине имбирь, а потом пошел и продал его в другом месте дороже. Это вот спекуляция. Это тоже незаконная деятельность, но это не столь вредная деятельность, как ситуация, когда торговые сети договариваются между собой и вместе поднимают цены. Вот это уже преступление, это монопольный сговор, что, в общем-то, карается уголовным кодексом. По словам экспертов, местные органы власти вопрос ценообразования контролировать не могут. Но такие полномочия могли появиться, если бы Кабмин прописал их в постановлении, которым ввел чрезвычайную ситуацию. Обеспечить контроль за уровнем роста цен. Назначить органы, которые уполномочены это делать. Управление торговли в Одессе есть, так оно числится, зарплату получают, чем занимаются, трудно сказать. Их обязать, обойти точки, проконтролировать, делать фиксацию. Каждые 2-3 дня пришли, сфотографировали цены. Сегодня это телефоном сняли цены на основные продукты, которые пользуются. Через 2 дня прошли, проверили. И все. Управление по ценам. То есть, еще раз говорю, есть органы, которые вполне это могут сделать квалифицированно.